всем добрый вечер с вами канал практик и мы продолжаем нашу рубрику которая называется треш сегодня мы будем тестировать а сегодня же вечер пятница обязательно вечер пятница и поэтому мы сегодня будем с вами тестировать пиво безалкогольное я подготовил такое пиво заранее безалкогольное соответственно я хочу проверить не на вкус а на алкоголь как пишут многие издательства интернет-каналы что все таки данное пиво содержит алкоголь у меня есть алкотестер я им замерю содержание алкоголя крови у себя до того как начну пить это пиво и после каждой банки буду проверять или после каждого глотка скажем так будем делать замеры после я попробую алкогольное пиво вот у меня взят такая банка карлсберг это как раз алкогольная и соответственно проверим работает ли мой алкотестер это стелла артуа бют и балтика начнем секунду давайте замерим проведем тест тест я не знаю видно вам нет запищал по нуля начнем а а а а а а а Если пиво и закосы, то только сыром. Честно говоря, не очень вкусное пиво. По крайней мере, мне не нравится. Итак, одна баночка опустела. Я, считай, все допил в эту пенку. Давайте посмотрим, что покажет наш алкометр. Идет прогревание. Алкоголя ноль. Действительно, если выпить эту банку, алкотестер ничего не покажет. Все, выключился. Убираем. И давайте попробуем открыть и попробовать Балтику. Балтика безалкогольная тоже у нас написано. Пшеничная, безалкогольная. Давайте проверим. Тут я не буду эту пенку выливать. Мне что-то другое не возиться. Это у нас Балтика. Пшеничная, нефильтрованная, безалкогольная. Ноль алкоголя. Мутная, нефильтрованная. До этого была прозрачная. По запаху я уже не понимаю, потому что смешано два вида пива, которые были. Бут, Бут или Бют, я не помню. Не знаю точно, как называется. И, соответственно, вот это Балтика. Мне кажется, предыдущее было вкуснее. Ох, не могу так быстро пить пиво. Так, мы уже выпили вторую. Нулевую. Теперь давайте снова замерим, что нам покажет тестер. Прогревается он. Нет, как-то не очень вкусно пить. По нулям. Оба пива не показали никакого алкоголя. Уже литр. Осталась одна. Одна банка. Не банка, а бутылка. Закончим на этом. Как всегда, эти трэш-обзоры до хорошего не доводят. Приступим к последней бутылочке. Ну, это довольно-таки прозрачная. Безалкогольная. По вкусу, кстати, лучше всех двух предыдущих. Закончили мы, наконец-то, с этим пивом безалкогольным. Последнюю допили, третью. Я буду... Ладно, давайте проверим алкоголь. Прогревается. Полтора литра. И по нулям. Результат нулевой. Соответственно, можно считать, что безалкогольном пиве действительно нет алкоголя. Если есть, то в очень маленьких количествах, которые, по крайней мере, мой алкотестер не может определить. Сейчас мы попробуем кое-что другое протестировать. Я проверю, что после банки алкогольного пива мой тестер покажет какие-то результаты. Ну, если он не покажет ни кине результаты, значит, что он действительно неисправен. Попробуем уже алкогольное пиво. Вот и наше алкогольное пиво. Пенка уже почти села. Давайте попробуем неполную кружку выпить. После этого уже замерим алкоголь. Давай сейчас попробуем проверить. После нескольких глотков. А вот и алкоголь. Было отпито. В общем, действительно, безалкогольное пиво есть безалкогольное. На вкус, конечно, кому как угодно, кому как приятнее пить алкогольное, безалкогольное. Но могу точно сказать, что выпить безалкогольное, оно ничего не покажет у вас. Если вас остановили гаишники. Выпив даже небольшой объем алкогольного, даже мой китайский алкотестер показал уже наличие алкоголя в крови. Ну, вот такой вот обзор. Трэш-трэш-обзор. До скорых встреч на следующем обзоре. А я, пожалуй, допью эту баночку. Поехали. Прощи! Поехали! Поехали!